без миля поговорим о драйверах следующий этап после установки и установки обновлений у нас идет поиск и установка драйверов что такое драйвер для чего он нужен драйвер вообще переводится как водитель понимаете есть железо никого некое оборудование физическое и железо без программного обеспечения это просто ящик железный ящик ему нужен программное обеспечение например чтобы вводить или записывать вот это видео нужно это операционной системы нужна программа для записи и есть люди которые выпускают железо есть люди которые выпускают программное обеспечение и каждый хочет чтобы на его железе работала почти любое программное обеспечение а издатель программного обеспечения хочет чтобы его продукт работал на любом железе например есть компания microsoft которая делает операционной системы и можно установить на любой компьютер но устройство даже на некоторые телефоны также есть например mac osi или linux который можно установить на любое устройство но чтобы была взаимосвязь операционной системы и железо нужно связующее звено и это драйв драйвер сообщает операционной системе какие характеристики какие нужны настройки чтобы оптимально взаимодействие что был симбиоз также сообщает железу как работает операционная система некий переводчик представьте что у нас есть китаец и русский и они не могут наладить связь они должны работать в команде приходит третий человек на помощь который не разбирается в том чем разбираться китайцы русский но делает им перевод и они начинают работать грубо говоря вот так без драйверов можно работать системе но система будет сильно тормозить будет уязвима будет выдавать ошибки и железо будет работать не их эффективно то есть она будет напрягаться тужится но будет работать там на 20 процентов на 30 процентов на всю свою мощь чем лучше оптимизировано программное обеспечение настроен драйвер тем лучше будет работать вот этот симбиоз вот эти настройки данном случае первые проблемы какие могут быть раньше при установке windows 7 xp даже сеть не работала нужным был сетевой драйвер сейчас хамду ли ля windows 10 при установке интернет начинает работать и можно скачать драйвера с интернета сразу же раньше приходилось скачивать их заранее были такие случаи когда я только начинал ремонтировать компьютеры я приходил сносился ставил систему и попадал в неловкую ситуацию когда у меня снесена система стоит операционка нет сетевого драйвер есть интернет но я не могу к нему подключиться то есть вышла дилема чтобы у меня есть интернет я воткнул проводок но у меня нет драйвера который скажет что как работает этот сетевой адаптер то есть мне нужно выйти в интернет чтобы скачать драйвер у меня нет интернета приходилось идти там к соседям подключать и заходить на второй компьютер и так далее то есть выходить из ситуации будущем я скачивал за они естественно драйвера потом появились оффлайн сборки сейчас при установке windows 10 у нас драйвер то есть у меня всегда было не помню такого случая чтобы я установил windows 10 не работал сетевой адаптер это мне обязательно вай фай это может быть это может быть просто ethernet кабель ведь он сейчас отключен сейчас давайте я открою старую панель панель управления мы откроем панель центр управления сетями общим доступом и здесь вот есть более такое удобное меню ведь у меня коще всего интерфейса виртуальная и тезерный кабель он отключен он есть видит система также мы можем проверить через диспетчер устройств правой кнопкой мыши диспетчер устройств и здесь мы увидим либо неизвестное устройство либо вот такой значок когда драйвер не установлен вот какие основные драйвера это конечно же видеокарта чтобы у нас экран нормально отображал и корректно работал и драйвер на чипсы и есть несколько способов установки если приступим допустим к установке драйвер драйвер ноутбук чтобы установить драйвер на ноутбук надо узнать что за ноутбук и модель ее чтобы найти на канале на сайте производителя список необходимых драйверов можно также первый этап нужно обновить мы заходим в обновление главное обновление здесь первое начальное обновление он может поставить не новые но работающие драйвера двух-трех годичной давности мы можем посмотреть журнале обновлений я у при установке у меня установить драйвера видите intel это какой-то чипсет вот торял так это на звук то есть материнская плата у меня работала процессом нормально работал звук у меня работал и bluetooth там установилась сетевая карта и nvidia дисплея так как видеокарта nvidia мне остановился драйвер смотрите еще раз я повторюсь драйвер восемнадцатого года установлен двадцатого года то есть это не современный драйвер базе microsoft не современные драйвера но это позволило нормально корректно работать системе после установки обновлений перезагрузки когда больше не требуется никаких обновлений вы что делаем мы убиваем модель ноутбука например модель ноутбука написано на коробки либо снизу яндекс картинки ндрендок самыч либо снизу ноутбука с ноутбуками нас попроще пожалуйста у нас допустим первую картинку у 2 есть компакт q6735 с смотрите давайте допустим в объем простую фразу скачать драйвера windows 10 блин невинно так сделаем windows 10 hp ведь она у нас пальцев на экран показа и чпи бренда и потом пишем компакт q6735 с все мы скопировали стандартная схема с любым ноутбуком и бить первая ссылка у нас идет support поддержкой чпи точка ком ноутбук и наш ноутбук дальше идет загрузка по-по и драйвера понимаю он не просит зарегистрироваться я пишу выбрать другую с а вот то есть мы попали на наш ноутбук видимо это он видя название вот он сверху отображается мы не можем найти драйвера ваш продукт и почему-то он выбрал не то напишу выбрать другую с например windows 10 видим это старый ноутбук я выберу 764 например да смотрите то есть нужно выбирать windows 1064 но мы видимо нашли старый ноутбук поэтому у нас вылезла до windows 10 нету драйверов можно установить windows 10 и установить попробовать эти драйвера но из этого как сказать может нестабильно работать компьютер может не потянуть windows 10 то что нам больше требует и пожалуйста мы видим драйвера и можем и скачать как по отдельности так и сразу группой примерно все так сайты работает затем драйвер камеры пожалуйста сенсорной панели кнопки быстрого запуска по поводу тачпада и сенсорной панели обязательно скачивайте с официальных сайт не надо не с каких-то мы будем разбирать с вами драйвер bus drp специальные автоматизированные загрузчики драйверов и часто бывает синий экран у них вылетает из-за вот этого драйвера всякие ненужные утилиты вот драйвер на аудио мы видим год ведь старый ноутбук 2009 поэтому нет десятку драйверов драйвер а те видео это им дыш на видеокарта модем тут сетевые драйвера пожалуйста желательно скачать все установить все даже программное обеспечение вам советую вот камера hp какое-то программное обеспечение для сети драйвер стыковочного устройства и ну как минимум нужно скачать то что написано драйвера без программного обеспечения драйвер хранения до 9 слова драйвер качаете также мы здесь видим что есть новую версию bios а одна и та же версия в 21 можно скачать обновить для разных операционных систем окей вот например для windows сильным подойдет вот это я думаю пожалуйста допустим мы не хотим пользоваться с него есть например сайт драйвер точку ру старый сайт ведь опять же мы выбираем допустим и до 764 и он нам показывает что у нас есть пожалуйста вот у нас здесь драйвер что такое скачать и спикай pdf кает какая-то это у нас систем до фалл сеттингс что это вообще и чпи непонятно что за драйвер для чипсета что ли power менеджер сеттингс окей можно скачать 3d драйвер guard этот либо для название конечно здесь вот есть перевод что за 3d защитник непонятно для поддержки модели будет по буков защищает hdd короче защищает hdd для hdd вот эти видеодрайвер ну вот можно со сторонних сайтов немножко там непонятно все на английском нужно переводить опять у нас программа диагностики protection tool и у файса с поддержку и фай что-то для карт карт ридеров и так далее еще был нет бога она ноутбук центр вот два таких сайта крупных где можно в принципе скачать драйвера старые известны здесь вот удобней и не знает помощи не нашему д67 3567 30 с но может подойти до 5 цифра разница может отличаться как пусть мы размером оперативки и здесь вот вебкам intel на вайфай куда проще можно скачать но ведь 32 бита нам нужно вот 64 бит например то есть это основной давайте на реальность посмотрим прямой ноутбук попробуем найти драйвера другой компании это вот и чеки я пишу название моего ноутбук мси доминатор про а вот вышел жить и 62 в названии мы опять же видео смотрите перекидывать на официальный сайт я хочу посмотреть если тут вот ноутбук центр чек есть тоже до сайта какой-то с драйверами нет тест какой-то с ноутбук метабида я же написал драйвер на английском до скачать драйвер можно на русском пожалуйста видите саппорт поддержка для этого перекинул у нас какой-то ссылка софтпедия не знаю не пользовался на свой страх риск пользуйтесь вот драйверу и нетбук центр и я использовался использовал дрп суммы обязательно об этом с вами поговорим окей короче перешли на официальный сайт получается нас три источника официальный сайт я советую им пользоваться если не нашли то там драйверу уру либо ноутбук центр мы перешли на официальный сайт здесь у на английском привыкать к английскому вот это необходимо некоторые вещи буду переводить мы можем скачать версию bios обновиться ведь есть старая би версия семнадцатого года есть 18 я уже обновлялся есть драйвера пожалуйста нам предлагает выберите операционную систему 90 до вин здесь 64 и пожалуйста драйвер год ведь шестнадцатый год радио свитчи это для вай фая драйвер на чипсет драйвер ну тоже интел ски для чипсета bluetooth сетевой драйвер выгает видеокарта ведь nvidia график семнадцатого года аудио realtech карт ридер и тачпад как минимум нужно здесь скачивать тачпад лучше все скачать то есть первым делом перед сносом операционной системы я вам советую заранее на ноутбук скачать вот эти официальные драйвера и хранить отдельно в папочке например ведь у меня есть папочка drivers я всегда храню вот эту копию то есть имейте такую привычку много места не занимает ну как тут видите видеокарту 2 гигабайта на терабайт диске я бы не что я скачал и после остановки обновления советую их установить то есть это такой этап установки то что касается ноутбуков следующее что если у нас типс процессор интел ски и или есть материнская плата на чипсете intel мы берем что пишем intel chipset driver и попадаем сюда обязательно то есть я предпочитаю драйвера для intel а то есть у меня интелский процесс скачивать здесь и мы смотрим последняя версия дата 0705 то есть я скорее всего уже обновляла windows 1064 можно здесь выбрать ничего не изменилось и жму сохранить и мне предлагают загрузить версию я соглашаюсь вот видите чипсет драйвер и мы распаковываем эту версию и устанавливаем это тоже необходимо сделать и иметь нужно свежую версию но ведь и не часто обновляет вы собираетесь установить следующий программное обеспечение да 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 мне уже установлены я не буду устанавливать ничего сложного также есть у компании intel где тут обновляете ваши драйвера автоматически не работает либо они вообще никогда не выпускает обновление либо она просто тупо не работает у меня установил установилась эта утилита и много раз я проверял она просто отсутствует обновление то есть вот можно установить этот драйвер support ассистент себе я убрал пожалуйста у меня есть но он не обновляет он не показывает то есть это вот такое вот приложение проверить наличие он должен вам оповещать но не работает не знаю просто полгода может что-то на обновляется но ты все учитывая что в июне обновился двадцатого года может и работа не разный вид чтобы он работал короче бесполезная вещь на самом деле я убираю затем мы что делаем то есть чипсет скачали установили вручную если у нас intel там или чипсет на материнской плате или процессор нужно нам скачать эту штуку затем мы должны установить драйвер на видеокарту если у нас есть ноутбук то мы можем как узнать то есть вот здесь драйверах есть фига у меня ведь nvidia график тут либо nvidia либо md как узнать либо по модели мы заходим убиваем название и смотрим характеристики у нее пожалуй geforce gtx либо видим наклейку на ноутбуке а м.д. там видеокарта либо geforce сейчас мы подробно еще после этого поговорим как я расскажу как установить как и в конце как определить какое на железо когда мы перейдем компьютером все-таки с ноутбуками намного легче и так когда мы определились какое у нас железо что мы делаем с видеокарта это важный процесс если например nvidia мы просто переходим на сайт nvidia конечно турецкий рассмотрит турецкий а мне транслит перел руру вот так я сделал хитрость переходим на nvidia ком драйвера мы видим сразу здесь мы указываем название то есть я посмотрел как мне называется у меня называется geforce и видите здесь есть ноутбук и есть не ноутбук у меня 1070 я выбираю geforce 1070 ноутбук и мне предлагает конкретно указать 1070 убирая операционку и дальше драйвер либо студия либо game у меня стоит студия драйвер почему потому что она оптимизирована для монтажа не для игр пожалуйста nvidia студия драйвер то есть какую-то оптимизация настройку делать для блогеров видеомейкеров то фотошопер кто работает среды поэтому я советую всем ставить такой драйвер но вы в любой момент можете перейти на другой драйвер на game ready пожалуйста здесь очень легко выбрали например game ready жмите поиск и все пожалуйста видите версия 461 40 но у меня студия не одинаковые game ready просто 1 уходит студию чуть попозже через пару дней 630 мегабайта жмите скачать и устанавливайте также устанавливается вот такой вот geforce experience здесь будет вас показать игры я так просто установил скачал протестировать видеокарту даже не тестировал и здесь есть настройки показывается версия характеристики видите разрешение экрана 120 герц экран есть функция оптимизация всякие такие функции батареи boost которые я отключил которые не нужны вот важно тут уведомлять новых драйверов какие-то награды не знаю поставлю также галочку загружать обновление драйверов поставьте пожалуйста учетную запись у может здесь настроить игры указать папка с играми просканировать и есть такая фишка она заменяет программу для стриминга вот типа стрим лапса bs либо оба яску можно с помощью нее но я не пользовался я игры не стримлю поэтому может хорошо может плохо мне как бы либо стрим лапса использовали бы я свете программы не не как бы нравится вот такая вот есть утилита также она позволяет как инвиния есть также не нелось блогерские штуки контрол панель есть также контроль панель пусть вот здесь можно что-то настроить что-то отрегулировать ну я не советую вам здесь вообще что-то лазить что-то настраивать у меня здесь как бы по умолчанию все стоит если что-то делаю то через при специальном приложении ноутбуке гсинг у меня функции даже не знал что здесь пожалуйста вот такая контроль если же вы обладателя md видеокарта rodeon переходите на md точку также скачивайте драйвер я конечно не буду ставишь меняем d или процессора md вы можете пожалуйста есть русский где этот драйвера и поддержка и пожалуй смотрите вы можете выбрать видеокарту допустим у вас там 5700 обычная либо здесь поиском либо автоматический поиск установка драйв становится приложение видите устанавливается графика и чипсетов райза то есть для процессоров или материнской платы на чипсете вы загружаете совету вот это использовать ума подберет и все установит пожалуйста он всякие чипсеты это микропроцессор на материнской плате чипсет и напомню процессами процессора вместе с графикой то есть есть вот райзеном 7 например да видите с графическим ядром это мы тоже проходили скачали установили примерно так же как и вот nvidia experience работает просто чуть другой интерфейс не знаю там как-то по прикольным не нравилось у меня до этого был ноутбук сами для и так здесь мы разобрались то есть еще раз узнаем модель ноутбука либо смотрим наклейки либо снизу либо на коробке узнали в били и и перешли на официальный сайт скачали все драйвера установили перезагрузили после обновления то есть обновили перешли на официальный сайт ноутбука с поддержкой скачали установили драйвера и потом накатываем сверху там intel чипсет то есть уже intel чипсет или а и либо md то есть intel чипсеты nvidia либо как бы вместо этих двух пунктов md если у вас все там и видеокарта и процессором где вы можете md поставить там процессор с чипсетом на видеокарта может же быть nvidia вполне реально вот такие вот пункт все просто это как бы ручной способ установки есть не ручной способ это два приложения первое давайте разберем драйвер буст компании есть и обид давно старая компания некоторыми подруг продуктами пользовался можно скачать приложение у меня вот драйвер бустер есть 8 версии пожалуйста проверим его такая платная версия есть и побольше обновлений я естественно не покупая пользуюсь бесплатно меня устраивать он просканировал но я ведь и давненько устанавливал обновлено недавно то есть на обновлении у меня все хорошо и разберем эту программу и он мне предлагает установить драйвер вот видите у меня в диспетчере устройств была проблема android adb интерфейс он ее нашел и предлагает установить драйвер которую не установлен а также обновиться новый драйвер android девайс у меня есть драйвер но он четырнадцатого года предлагает соблюдается на новое что очень привлекатель и актуальны смотрите сто восемь шесть устройств куча всяких непонятных надписей этот чипсет чипсет можно было разделить на группы bluetooth все типак активировано и предлагает установить про версию чтобы наибольше драйверов и игровых компонентов какие-то он там java предлагает обновить microsoft фреймворк не значит такое ну x на фреймворк не знаешь такое ну короче не особо нужно если у вас будут драйвера не установлены то как бы можете спокойно найти и еще посмотрим один продукт это называется drp.su которую я пользу лет десять он классный удобный но часто выводит синий экран так что не надо им злоупотреблять у него много лет есть поддержки он ведь я уже скачал недавно обновлял у него есть оффлайн версия что было удобно и раньше использовал потом перешла есть голосовой помощник в виде алисы и сразу запущу режим эксперта ведь он подлагивает у него есть большая проблема часто после установки драйверов вот синий экран устанавливать неподходящие драйвера какие могут быть неподходящие драйвера в основном это проблема с установкой тачпад драйвера когда я ставлю выбираю установку и там предлагается тачпад драйвер почему-то выдает синий экран лет десять я пользуюсь вот этим драйвер паком или 10 периодически проблемы на разных ноутбуков встречается почему она встречается потому что ноутбуков очень много и под каждый настроить индивидуально не получается и у них вот работает это криво поэтому если у вас ноутбук обязательно установите тачпад с официального сайта и даже обновлять через него не надо это как бы первая проблема вот и основная проблема 2 он раньше устанавливал ненужной программы яндекса браузера потом вроде они эту принудительную выпилили штуку стало более-менее комфортно целом классный продукт можно скачать оффлайн версию постоянно обновляется я им пользуюсь но не через драйвер бус не через драйвер пак не ставьте никогда драйвера на nvidia либо md то есть пропустите это скачайте лучше последние официальные с официального сайта драйвера на видеокарту я имею ввиду до чипсет установили да там драйвер на видеокарту и на тачпад не пользуйтесь драйвер пак не надо скачайте отдельно и так мы с вами тоже разберем смотрите нам предлагается установить 8 драйверов и здесь он пишет что вот есть текущая версия видите 138 и есть прошлогодний до 2020 есть по 21 на чипсет у меня версия устарела но везде ветер 10161 есть 62 но но не предлагает обновиться типа хочешь мне обновлять также виде сетевая карта на ревит network вообще версии сильно отличается 10 0 и тут 23 10 0 923 до контроллер и ведь он мне предлагает установить новую версию на nvidia я не знаю зачем мне предлагает у меня стоит свежая версия мы недавно проверяли поэтому вот я не советую видеокарту и тачпад тачпада нет и так показать дополнительную информацию я например хочу дополнительную информацию и мне что предлагает смотрите чипсет здесь версия 138 они мне предлагают 141 хорошо меня это устраивает я просто раскрыл дополнительную информацию здесь опять же а здесь вот смотрите версия вообще intel чипсет 2006 года не предлагает то есть у меня очень старый драйверный чипсет стоит ведь она отличается 10 0 и 21 0 я скажу больше я уж пытался с нами драйвером мне не установил он выдал ошибку и здесь у нас получше ситуация здесь как бы чипсет не такой старый не 2006 окей дальше смотрим сетевая карта нас сильно отличается драйвер сетевой карты который на официальном сайте видите он написано что 2006 года они предлагают не версию двадцатого года довольно свежего который будет скорее всего лучше работать и это на самом деле заманчиво и я скорее всего обновлюсь дальше контроллер generic мы сторож что-то видим диски отвечает да то опять же мне 17 года и вот на год позже тоже выгодно установка затем ну и вот так можно все драйвера посмотреть дополнительную информацию можно посмотреть альтернативу не значит ничего не показать ладно смотрим что у нас есть дальше спасибо что доверяете наши сборки молодцы очень удобно установка некого пакета программного запечения например 7-zip для архивации да кто-то может оперы пользуется не пользуюсь раньше это было принудительно можно даже он в ролл танцевать смотрите pdf q для чтения тоже нужно я считаю что это необходимо 7-zip но такое опционально до коллайт это для отображения видео чтобы это кодек пак он то есть без него некоторые виде могут не воспроизводить skype ну это такое торрент ну как жить без торрента а имп я много лет пользуюсь какой-то хрон браузер меня не интересует где картинки почему нет картины тем вивер тоже нужна вещь я всегда пользуюсь но это такое опционально а вас тоже бы посоветовал поставить этим не мест я просто так галочки ставлю и винра я был оставил винрар и убрал 7-zip например как будто вот да и смотрите мы устанавливаем не только драйвера но еще программ естественно это будет все скачивать с интернета затем ставится вот установить программы он не подвисает ведь у нас циферка изменилась 17 то есть у нас драйвера и программы переходим настройки здесь кстати надо проверить настройки смотреть удалить временные файлы установка драйверов и утилит и полезных приложений до полноценный настрой компьютера помимо драйвера необходимые полезные утилиты давайте мы их поставим просто вот нет вот это лучше конечно убрать галочку потому что когда мы ставим вот эту галочку он помог как раз таки яндекс ставит и затем вот а вот искусство отключить автоматическую установку рекомендуем драйверов отключить установка рекомендуемых программ вот эту а вот эту галочку мы обязательно отключить информационный баннер работе ряд приложений предлагаем вы можете отключить их однако это будет а значит что вы не узнаете у вас всех возможностях давайте включим но ведь у меня отключен главное отключить вот эту потому что он яндексом поставить посмотрим что изменилось а он предложил мне установить вот это м с туз пор минус но видимо для моего ноутбука окей софт софтом ничего не изменил а вот картинки по есть хром почему не хрома хронный браузер хроме это подстава это не хром это хром хроме на основе хроме на фиг он не нужен итак смотрите а установленные на компьютер программы яндекс на панели задач он не предлагает рекомендуем яндекс удалить рекомендуем конечно мы удалим давай окей почему он смотрите он мне предлагает установить total security 2 антивируса но это вообще глупо мне а вас установлен я надеюсь эта кнопка не будет работать если нажму потому что это не нормально будет 2 антивируса ставить так себе окей дальше смотрим вот кстати диагностика мы можем узнать наш компьютер смотрите модель очень полезная информация ну не совсем процессор наш какая видеокарта пожалуйста звуковой адаптер можем узнать здесь сложно написано мы сейчас более другой версии подойдем так ну ладно я примерно вы поняли как я вот по обновлюсь без вас уже потому что это будет тормоза зависания и скорее всего видел прерываться если у нас компьютер как узнать какие у нас драйвера для этого есть например программа аида 64 то есть несколько способ узнать комплектующие железо или вы пришли кому-то вот пожалуйста аиды 64 скачать есть кстати у них это бесплатная версия ну допустим аиды 64 free вот такую версию есть у них free версия экстрим экстрим на android бесплатно инженер ну давайте вот это возьмем скачаем с официального сайта хорошая программа с полностью вообще детальными характеристиками с описанием с тестами короче это раньше называлось программа эверест тоже я вот сколько себя после занимаясь компьютерами все пользуется эта программа эверест было не установим вообще она по у меня была я просто обновлю да то есть если у нас здесь не отображается название то мы можем здесь посмотреть и первое что мы смотрим системная плата материнская плата пожалуйста материнская плата модель мы узнаем какой у нас чипсет intel или md да ну по модели можно вызвать смотрите видите у меня intel of ski чипсет пожалуйста чем мы хотим центральный процессор что у нас квадрокору intel пожалуйста 7 700 зачем на версион к например windows 10 про даже обновление написано почтовая эти триал версия некоторые функции не отображается но ничего страшно дисплей видео видите geforce 1070 но здесь более детально geforce 1070 по сути на все хранение данных что у нас за диски есть пожалуйста а дата есть это вот ссд и вот на терабайт такой есть может вот так вот так лучше быть диск c у нас а дата модель диск д все полные данные может спокойно директ x тут есть что-то файлы ну неважно теста короче какие то можно провести в одно это уже такое дело пожалуйста и это первый вариант есть дальше программа старенькая кпу-зет старая добра программа тоже она супер древние скачал поставил он даже не ставится он просто запускается по моему они отставить чем я чем мы здесь можем узнать но он делать сканирование сейчас и так мы видим процессор это уже как бы много материнская плата модель графика nvidia geforce все нам больше ничего бесплатно утилита на проще быстрее ставить оперативку видим сколько всего и так далее то есть этого информации на самом деле очень достаточно для определения ну я думаю на этом мы с вами закруглимся потому что можно еще другие программы смотреть но это основное это базово хватит чтобы определить какого состройства и какие вам драйвера нужны в любом случае вы полезете либо на официальный сайт если а если это например давайте посмотрим материнская плата модель а давайте да посмотрим например материнская плата компьютер если у вас компьютер примерно так же делается вам просто нужна модель модель материнской платы можно легко узнать написанному само материнское платье она нужно крышку открыть либо опять же на коробке либо с помощью вот капа паузы сейчас я комплектующий для пк вот не аксессуары не надо миксер материнской платы я давайте кончик выберу более-менее современную вот мы недавно цена были по популярности до популярности допустим мы узнали название через qpuz название материнских плат и как раз ведь у нас asus совершенно другая материнская плата я просто вбиваю название материнской платы то есть через qpuz могли увидеть или на самой пишу драйвер download скачать драйвер либо по-русски скачать драйвер и еще вот ее так z590 пожалуйста я попадаю вижу asus перехожу на сайт и мы видим эту нашу материнскую плату допустим если она это у нас и здесь вот переходим кнопочка саппорт есть да можете на английском вам неудобно может на русском есть но вы должны привыкать если вы хотите стать профи пользоваться английским языком ничего сложного должны учить слова драйвер и утилит программы и прогреть и драйвера пожалуйста также выбираем windows 10 и у нас что обновление биоса довольно свежие смотрите в январе 19 выпустили драйвера на сетевую карту пожалуйста и все смотрите свежую новую материнская еще бы вай фай драйвера на чипсет интел скиданин там увидим аудио realtech драйвер видео драйвер это для графического ядра bluetooth винграр можно даже скачать видимо стоимость платной версии в стоимость пакет хоть не знаю и для жестких дисков технологии intel rapid storage пожалуйста скачали все очень удобно да можно также например скачать 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 драйвер скачать драйвер видеокарты пример 1050 пожалуйста сразу на geforce отправляет на сайт какой-то драйвер сразу предлагает вам скачать лучше перейти таким же способом вы можете скачать драйвер для в камер когда для в камеру камеры например logitech не знаю надо названием c 210 и у нас вот допустим c 210 бесплатно берем это слово конечно лучше попасть на сайт logitech я вижу logitech на английском можно драйвер су доверенный сайт не был мне вирусов pdf к это не совсем драйвер а вот это на на сайте logitech на драйверу уже можно скачать что-то подобие драйвера logitech а если на английском написать логитеch драйвер вот у нас вот вылезут дом болт загрузить драйверов на веб камер и смотрите мы на английском на русском писали нас ничего не нашло на английском первого же ссылка пожалуйста официальный сайт с драйвером ведь поэтому английские старайтесь пользоваться английским и на третьей линии на 4 очень ну почти нету в русской документации в основном читаешься на английском анти был я учил через английскую документацию на сайте redhat и многие проблемы с линуксами опять же на американских форумах вот иногда индусы чет по английски это решение дает пожалуйста также любой принтер любой сканер все довольно просто ничего в этом нет сложного звук то есть надеюсь за но не хотелось бы говорить и пользуйтесь программами то есть старайтесь официально если используете драйвер дрп или драйвер boost или нет некоторые аналоги их на самом деле много это просто более старые проверенные может что-то уже лучше вышло мне этого достаточно самом деле не используйте не устанавливайте драйвера на тачпад и драйвера на видеокарту потому что там как-то непонятно лучше иметь с официального сайта вот и третий следующий урок у нас уже будет про первоначальную установку настройку при сонной системы не установка необходимых программ до встречи